В рамках рабочего визита в Бельгию президент Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с президентом Совета Европейского Союза Дональдом Туском. На встрече было выражено удовлетворение развитием связи между Азербайджаном и Евросоюзом. Отметив, что Азербайджан является надежным и ответственным партнером для ЕС, Дональд Туск подчеркнул, что Европейский Союз высоко оценивает роль республики в регионе. Президент Ильхам Алиев констатировал, что отношения между Азербайджаном и ЕС успешно развиваются, и страна придает большое значение расширению этих связей. На встрече было отмечено значение подписанного в прошлом году между Азербайджаном и Евросоюзом документа «Приоритеты партнерства». Кроме того, между сторонами состоялся обмен мнениями, касающиеся соглашения о партнерстве, переговоры по которому продолжаются. В ходе беседы было особо подчеркнуто тесное сотрудничество Азербайджана с Евросоюзом как в рамках программы «Восточное партнерство», так и в двустороннем формате. С целью обсуждения перспектив развития сотрудничества Азербайджана и ЕС, глава Азербайджанской республики, встретился с президентом Евросовета Дональдом Туском. В ходе встречи с Дональдом Туском был затронут вопрос урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. От имени президента Совета Европейского Союза был донужен в честь глав государств и правительств стран Восточного партнерства. Выступая на мероприятии, Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан поддерживает тесные связи со странами-членами Евросоюза. Так, связи официально в Баку с девятью странами ЕС носят характер стратегического партнерства. Азербайджан является одним из активных участников программы «Восточное партнерство». За последние десять лет как в рамках программы, так и в формате двустороннего сотрудничества с ЕС были построены очень продуктивные связи. Этот визит имеет большое значение как с точки зрения развития двусторонних отношений между Бельгой и Азербайджаном, а также перспектив партнерства Азербайджана и ЕС. Заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев также прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с 25-летием со дня установления режима прекращения огня. За 25 лет режим прекращения огня не смог превратиться в устойчивый мир по причине деструктивной политики Армении, проводимой на протяжении этого времени. Армения не предприняла никаких конкретных результативных шагов на пути урегулирования конфликта и, прикрываясь режимом прекращения огня, наоборот, создала преграды для поиска путей решения. Если Армения действительно хочет достичь продвижения урегулирования конфликта, то она должна вывести свои войска с оккупированных азербайджанских территорий. Хикмет Гаджиев отметил, что конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской республики. Гузер Мустафаева, Смир Алиева, Орхам Бадалов, Раб Гусейнов, Сибиси, Брюссель, Бельгия.